Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Пичуев. Как говорится, как всегда, в пешеходных условиях. Кто такой без Араду или Арад? Первое, что нужно понимать, что многие церковники вправду его применяют. Как они его применяют? Это чаще те, которые хотят добиться власти, те, которые какого-то положения хотят добиться. Не зря у него символ чем-то похожий на руну-стрелку, да? Больше марсианский такой бес, больше мужская сила, как говорится. Но нужно понимать, что некоторые люди вообще не соображают, что делать и зачем. То есть используют его для того, чтобы лично какие-то выгоды сделать, лично получить знания чаще или каких-то гадательных систем тоже применения. Это делается, да. Но многие люди, когда применяют, они думают, что нет последствий. И работают с этим бесом, как говорится. Последствия есть. Если информации нет в интернете, это не значит, что, как сказать, во что вы верите, то и получите. Поэтому многие получают, так сказать, по шрам. Что есть у него, какие минусы? Минусы происходят в том, что многие получают выкидыш, работая с этим бесом. Поэтому есть грани, что вы просите, что вам нужно. То есть есть всегда определенная цена. То есть последствия, можно так сказать. Блин, опять на вышке камера шевелится. Это как будто под двумя наблюдениями нахожусь. И чаще Агарис отвечает именно для... И негативная сторона у него. То есть за получение знаний, за получение каких-то энергетических потребностей. То есть решить с деньгами, выдумать как. То есть он дает идеи, как получить деньги откуда-то с пустого места. Естественно, он отвечает иногда за воров. Вот данный бес. Но чаще он может, если женщины слишком увлекаются работой с этим бесом, то, естественно, многие колдуны или чернокнижники-веретники насылают порчи через него, как говорится, на выкидыш или умирание плода в утробе чаще. Это тоже негативная такая сторона работы с ним. Но есть, конечно же, и плюсы. То есть если вы четко формируете цель именно работать, чтобы с ним, чтобы получить, допустим, только знания, только какие-то хитрости, увеличить интуицию свою, так как говорили, прозорливость, то, естественно, он это даст. Ну, естественно, там стандартные дары, как говорится, спиртное и так далее. И мясо. Монеты, возможно, если на перекрестке работаете или в лесу. Смотря где с ним работаете. Если вы ходите на халяву, то, конечно, ничего не получите. И только, как говорится, хуже может быть. Ухудшение здоровья, ухудшение плодовитости, особенно у мужчин. То есть проблемы с, так сказать, производительностью детей, да, семенем. То многие, конечно, не соображают. Потом мне начинают написывать, как это так произошло. А я что тут, инстанция последняя, что ли? Нужно понимать, что вы лезете немного в ту сферу, которую нужно понимать. Или печать рисовать, или, как говорится, обращение правильно составлять. Как говорится, тут все должно быть включено. Но если вы это не соблюдаете, вы получаете по шее, по шапке. Вот и все. В принципе, многие святые, которые, допустим, Евгения Египенская святая часто писала данного беса, как бес, который вроде дает знания, но в то же время может одарить бесплодием. То есть вы получаете знания, вы получаете мудрость, прозорливость, интеллектуальность и защиту какую-то от колдунов. Но в то же время можно стать бесплодными. Вот тут кто только не бродит. Поэтому я и говорю чаще к данному, как говорится, джину, бесу обращаются, естественно, только для того, чтобы поставить высокопоставленность чего-то. То есть, допустим, хотят стать патриархами. Поэтому многие патриархи, чаще те, которые Никон, допустим, ему приписывали, что он, возможно, якшается с этим бесом, потому что он, как говорится, общался, он мог аудиальные способности иметь хорошие, то есть уметь убеждать, уговаривать, интеллектуально очень прозорлив был. И поэтому многие приписывают этому бесу, что, возможно, в этом весь подвох и заключается. Возможно, он с ним договор заключил с этим бесом и хорошо мог общаться. Поэтому, конечно же, ну не Агарис, вот, а сам бес, естественно, обладает способностью очень хорошей, только нужно просто уметь работать, уметь вовремя подносить какие-то дары, ну не требуй прям бегать, как это фанатик, но подносить дары и, как говорится, четко знать цену, да, тем дарам, которые он вам дает, и какую вы цель уже ставите. Вот, поэтому я тут на халяву ничего не собираюсь вам объяснять и так далее. Если люди не комментируют данное видео, если они, как говорится, не ставят ни лайки, не репостят, ничего вообще не делают, то смысл мне, как говорится, снимать и объяснять вам сто раз эту тему. Ну, вкратце, надеюсь, информация вам будет понятна. Поэтому я говорю, негативная сторона у данного беса есть, но развивайтесь. Всем удачи, успех! С вами был Александр Петювко. Кому комментируйте, репостите, как говорится, и комменты-комменты.